Открыть свое дело в пандемию коронавируса. У предпринимателя Алексея Тихонова из села Порецкое это получилось. Он запустил новое производство бутилированной воды в республике. Наша съемочная группа побывала на предприятии бизнесмена и узнала, как ему это удалось. Шесть лет назад в Порецком проблема нехватки чистой воды стояла весьма остро. Сельская скважина то и дело выходила из строя. Тогда Алексей Тихонов решил пробурить свою. Ситуация с водоснабжением населения со временем решилась. И новую скважину предприниматель решил использовать для производства воды на продажу. Она из скважины поступает через фильтр, поступает на озонирование. Вот стоит аппарат современной озонирования воды. Это сейчас уже как передовой метод считается обеззараживанием. От идеи до реализации бизнес-проекта прошло немало времени. Нужно было построить цех, заказать специальное оборудование, обучить работников. Пандемия коронавируса тоже немного затормозила процесс. Алексей не мог приобрести комплектующие для производства бутылок и этикеток. Ведь работа многих заводов встала. К тому же для запуска производства не хватало денег. Благодаря программе поддержки малого бизнеса Министерства экономического развития Чувашии предпринимателю удалось получить крупную сумму в кредит от государства. Ни один банк, если предприятию или предпринимателю нет года, с ним работать не будет. А у нас есть своя программа для поддержки именно начинающих предприятий. Вот по этой программе он к нам обратился для получения денег на закуп сырья, комплектующих и автотранспорта. И мы в мае месяце подостали методозайм на 5 миллионов рублей. Наконец в июне предприятие заработало. В цехе уже полтора месяца трудится 6 человек. Воду новой марки теперь пьют не только в Парецком районе, но и в Шумерле и Чебоксарах. Дошло дело до того, что мы начали выпускать. Это лимонады, не лимонады, но со вкусом, допустим, с вкусовыми добавками. Это арбуз, лимон-мята и лимон. Они пока что вроде бы в основном пользуются спросом. Вы знаете, в городе больше предпочитают просто чистую воду или газированную. А в сельской местности больше со вкусом предпочитают. Производство воды постепенно превратилось в семейный бизнес. Алексею активно помогают супруга и сын. В будущем предприниматель планирует расширить географию поставок и вывозить газировку за пределы республики. Татьяна Самсонова, Семен Антонов, Вести Чувашия.